Пятый класс, 27 серия. Комбинаторика. Мы сегодня с вами познакомимся с правилом суммы и с правилом произведения. Первая задача, которую будем решать по правилу суммы. Задача такая. На столе лежат яблоки. Шесть яблок. Так. Груши. Всего четыре груши. И три апельсина. Вопрос такой. Сколько возможностей для выбора одного плода? То есть нужно выбрать только один плод. У вас шесть возможностей выбрать одно яблоко. Одно из шести. Четыре возможности для выбора груши и три возможности для выбора апельсина. Складывая возможности, получаем ответ. Шесть плюс четыре плюс три. Тринадцать. По правилу суммы решается задача. А вот вторую задачу мы будем решать по правилу произведения. Задача такая. На почте продаются конверты. Вот трёх разных цветов. Красный, зелёный и синий. И открытки двух видов. С красными цветами и с жёлтыми цветами. Нужно купить один конверт и одну открытку. Сколько возможностей выбрать пару? То есть вы выбираете и конверт, и открытку. Три возможности для выбора конверта. И две возможности для выбора открытки. Перемножая возможности, мы получаем ответ шесть. Шесть различных вариантов. Ну и действительно. Допустим, вы выбрали красный конверт. Можно выбрать либо первую открытку, либо вторую. Вот уже два варианта. Хорошо. А если вы выбрали зелёный? Тоже два варианта. Либо первую открытку, либо вторую. А если вы выбрали синий конверт? Тоже две возможности. Либо первую открытку, либо вторую. Итак, задача решается по правилу произведения. Три умножить на два? Шесть. Первая задача. Сколько существует вариантов покупки одной розы, если продают 5 алых, 6 белых и 7 желтых роз? То есть нужно выбрать только одну розу. Вы можете выбрать одну из 5 алых, либо из 6 белых, либо из 7 желтых. Эта задача решается по правилу суммы. Складываются возможности, и получаем ответ. 18 вариантов покупки одной розы. Вторая задача. Сколько всего трёхзначных чисел, у которых все цифры нечётные? Нечётные цифры. Один, три, пять, семь, девять, пять различных нечётных цифр. Все цифры у трёхзначного числа должны быть нечётными. Значит, для записи первой цифры у вас 5 возможностей. Вы можете выбрать одну из пяти. На втором месте тоже может быть записана любая из пяти нечётных цифр. И на третьем тоже любая из пяти. Эту задачу мы решаем по правилу произведения, перемножаем возможности постановки каждой цифры, и получаем ответ 125 по правилу произведения. Третья задача. Если неизвестное число увеличить на две третьи его, а затем уменьшить на 10, то получится 30. Какое это число? Итак, число, если мы его разделим на три части, возьмём все три, то это будет целиком всё неизвестное число. А это две трети от этого числа. Три трети до две трети – это пять третьих неизвестного числа. Пять третьих от х. Х уменьшить на 10, и получится 30. Значит, пять третьих от х – это 30 плюс 10. Пять третьих от х – это 40. Значит, одна треть от х будет в пять раз меньше. Одна треть от х – это 40 разделить на 5. То есть это 8. Итак, одна треть от неизвестного числа – это 8. А всё число – это три трети. Значит, 8 надо умножить на 3. И ответ 24. Субтитры создавал DimaTorzok